Беларусь-2 Александр Лукашенко принесе присягу президента и подпишет ответный акт. Посвящение президента будет уручено в присутности больше, как тысячи запрошенных, среди которых высшие отказные особи державы, депутаты, представники дипломатичных миссий, замежные гости. Промая трансляция начнется у 11.50 на всех каналах беларусского телебачения. Протягиваем выпуск. Гомельский Державный Медицинский Университет отзначил 25-годовый юбилей. Повиншовать с прихожей датой и обмерковать новые доследшие распроцовки приехали в ученые из всей Беларуси, а так само близкого и далекого замежа. Под обязанностями Володая Марина Северьянова. Бронзолеты с беларуским орнаментом, щирые обдымки и добрый настрой отрымливал каждый гость сегодняшнего свято. Студенты Медуниверситета одразу покорили своими творчими талентами. Навод подрихтовали концерт инструментальной музыки. Повиншовать своих былых студентов, а зараз уже профессоров и доцентов Гомельской вышедшей на бучальные установы, приехали их выкладчики из Витебска. Сирот их и первый куратор цеперешнего ректора Гомельского Медуниверситета Анатолия Лызикова профессор Юрий Родионов. Приехал, чтобы поздравить Ваш замечательный воздуш с пятилетием, потому что нам 25 лет было в 1959 году, когда я был только на четвертом курсе. Вот Антон Николаевич, сын моего учителя, акушера-гинеколога Николая Федоровича Лызикова. Я счастлив, что сын Вас руководит. Сердечно поздравляю Ваш университет, Ваших замечательных молодых студентов, которых обнимали меня, я тоже с удовольствием. Я хотел бы поздравить весь профессорско-проподавательский состав со столь знаменательной датой. Их профессионализм позволил за последние два года достичь достаточно высокого уровня развития нашего здравоохранения, здравоохранения Гомельской области. И мы под отстоянством занимаем лидирующие позиции Республики Беларусь, благодаря как медицинскому университету, так тем кадрам, которые он подготовил. После урочистого приема распространялась Республиканская конференция по актуальных проблемах медицины. Подчас работы 13 секций навуковцы обменялись опытом развития медицины, поделились новыми напрацовками и доследческими планами. Наприклад, одной из самых заважных тем стало обмеркование развития клеточных медицинских биотехнологий. Их применение да поможет лечить самые тяжкие хворобы печени. Але, якими б смелыми и амбициозными распроцовками не займалися студенты и выкладчики медуниверситета, основным призначением кожного уроча повинны заставаться жаданья да помогать людям. Самое главное наше достижение, самая главная цель – это чтобы из стен нашего университета вышел подготовленный врач, чтобы он был прежде всего востребованный специалист, человек, член нашего общества, а потом уже ученый, потом уже какой-то специалист. Чтобы наши доктора, выпускники нашего вуза, их всегда отличала, может быть, такая черта, как душевность, сострадание к пациенту, способность оказать ему в любое время дня и суток помощь. Зараз во университете учатся студенты о мальстрецати краин. Тому цикавой часткой свята стала выстава-презентация кухни народов света. Йемен, Туркменистан, Индия, Шри-Ланка, Нигерия, Пакистан – только некоторые краины, чие кулинарные шедевры, поспробовали сегодня гости свята. Завершился юбилейный день урочистым концертом. Студенты подрихтовали видовищные музычные выступления, а у адрес профессорского выкладчицкого состава прогучали самые теплые пожадания от коллег и гостей. Марина Севрьянова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня на Гомельщине протягнутся литературные дожинки. Письменники и поэты наведут Ельский район, где проведут дискуссии об перспективах створения творог об родной земле. Як оценивают свои досягнения сами литераторы, и чему друкованное слово по ранейшим оказывает таки уплыв на читачоу, ведая Олег Синтероу. Международный фестиваль святославянской литературной дожинки все лето проходит у девятый раз. Серотеху удельников, поэты и письменники из Белоруссии, России и Украины. Программа довольно насыщенная. Презентация книг, яке выдадены за прошлый год, узнагороджение перемыслов творческих конкурсов, обмеркование новых суместных проектов. Неофицийно, все литние литературные дожинки, начались еще 29-го кастричника, коли письменники состракались со старшоклассниками Российской Федерации и Белоруссии, удельниками Олимпиады школьников Союзной Державы. Тады ж началась и творчая акция Гомельского отделения Союза письменников. Тыдень с доброй книгой, у межих якой литераторы наведывали агульно-аддукационные школы. Что тыдень со старту офицейного, то начался и традиционное запаливание славянского огню дружбы, як символ сопротивничества организации письменников Белоруссии, России и Украины. Это сопротивничество протягивается уже не одно 10-е годы, и все лето гомельчанам так само есть чем поделиться. 230 книжек выдадено за 10 годов, все лето 22, и два альманахи, литературная гомельчина. Один специально, потому что год молоди для творчей молоди, где размещаны творы, каля 60 молодых литераторов, у тем лику наших организаций-партнеров. Мы в минулом году заключили договоры о творчем сопротивничестве, с шестью организациями, такими, как мы, областными, Краснодар, Курск, Бранск, Глухов. Третий год литературной дожинки на гомельчине проводится с уместной гомельской епархией. Священнослужители Пиракананы сегодня друкованное слово по раннейшим оказывает мостный уплыв на взглядомость людей. Тем больше, как это слово несет читачам добро и святло православия. Очень приятно будет вручить наши маленькие награды тем людям, которые участвовали в этом конкурсе и которые от всей своей души, от всего своего сердца написали свои произведения, свои стихи, песни, которыми будет в дальнейшем пополнена наша белорусская литература. Сегодня у Денеки Международного фестиваля свята славянская литературная дожинки наведуюсь Ельский район, где выступить перед читачами и подороть свои книги местовым библиотекам. Тут же запланованы и дискуссии на конт створения мостовских творов об родной земле. Письменники Пиракананы готовим не просто, а тому большинство книг на эту тему для читачов элементарно не цикавая и пропонуют свои погляды на эту проблему. Я вот Максима Горкова пригадываю, он назвал литературу «Казка для дорослых». Вот эту «Казку» нам нужно сделать, но сделать так, чтобы это было правдиво, чтобы человек, который прочитал, не сказал, ну, хруст, письменник, так же не бывает. А вот, когда письменник придумает нечто, а читач прочитает и скажет, ты, глядя, как это, как про меня написал. Вот, где это будет литература. Олег Синтеров, Игорь Мариченко, Телерадо, компания «Гомель». До инших тем. У Гомельскими облывыконками отбился семинар на Раде по продухилении порушения у антиалкогольного законодавства. У режиме видеоконференции у делу им приняли представники органов мясовых улад и инших зацикавленных ведомствов з усих районов Гомельщины. Одной из ключевых тем стало выконание потребований у антиалкогольного законодавства объектами гандлю и громадского харчаванья. На сегодня, когда двух с половиной тысяч из них реализуют спиртные напои. Не ледяши на категоричную заборону продажу алкоголю неполнолетним, такие выпадки отбываются регулярно. В текущем году выявлено 203 таких факта, когда недоросовестными работниками торговли осуществлялась реализация такой продукции несовершеннолетним. По всем данным фактам привлечены виновные к административной ответственности по статье 12.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Кроме этого, в нескольких объектах такие случаи выявлены повторно. Все знают, везде в каждом магазине висит, что запрещается отпуск несовершеннолетним с предыдущими напитками и пивами. Везде есть выписка из правил розничной торговли. Тем не менее, такие факты постоянно выявляются. Я не думаю, что там умысел ставится на то, чтобы спаивать несовершеннолетних. Просто безответственное отношение продал, не думая о последствиях. По выниках семинара распрацованы комплекс додатковых профилактичных мер. У приватности пропоновано притягивать до отказности не только самих продавцов, які отпускают спиртное подлеткам, але и керавников объекта у гандлю. И об спорте. Команда Гацар-Сош проведет первый домашний матч в бягучем чемпионате краины по баскетболе. Сегодня на паркете Палаца Гульнявых видов спорта у гамельчане будут принимать Гродно-93. Гульня начнется у 18.1. Даже ночи команды у гостей так само наведался представник Гродно-Олимпия. Коли называть календар гамельских девчат на старте чемпионату складанным, гэта маль нічога не сказать. Четыры гульні и три з гих супраць минулогодніх призеров Олимпии, Горизонта и Цмоков. И у пятым туры знов Гранд – Гродинская Олимпия. Гродинские баскетболистки первозыходят господинь пляцовки и у физичных дадзиных и в опыте. Свои переваги они почали выкористоваць одразу. Першую чверть гості выиграли 17.9. Два докладные трохачковые китки за парад Гареликова и Чараковой на старте другой чверти и Гомельсош уже на адлегласті двух балов. Ближай гамельчанки до соперникову матчы не подбираліся. Олимпия повеличила адрыв до сямі очков, однак гамельчанки скаратіли яго до трох. На гэтым боротьба и скончилася. Гродинские баскетболистки почали поступово адрывацца. Першая палова гульны завершылся на их карысь 35-24. Далей перавага протягвала расти. А завершали гульну баскетболістки Олимпії у вогуле амалю треніровачным режимем. Мы сячас не гнались за разницей в счоте. Нам важна была отработать некоторые элементы игры, поскольку следующий соперник у нас горизонт. Нам нужно было отработать комбінацій, а також броски шестиметровой дуги. У першой зустречі гэтых команд у бягучым сезоні лік был разгромный – 103-20 на карысь коллективу з Гродна. На гэтый раз Олимпія перемогла 76-46. У складі СОЖа самая результативна стала Катярына Нялепка – 17 балів. Алена Гареликова занесла у свой актів 13 очков, Катярына Чарикова – 11. У ближайший місяць соперники у гамельчанок будуть менш грозными, а тому я не различують пополнить скорбонку перемог. С каждой игрой мы более сыгранные, сплоченные, так как у нас много молодежи, они тоже входят в чемпионат, они первый раз в чемпионате, и им сразу тяжело так тоже проявить себя, поэтому они потихоньку вливаются. Стоит задача четвертое место занять, там, получается, команды все, которые по нашим силам, то есть если собраться, то можно. Наступную домашнюю гульню Гомель-Сош проведе у Сираду 11 листопада. Соперник – столичная команда «Рдуор». Максим Савин, Сергей Климович, телерадоя компания «Гомель». И на гэтым выпуск завершенный. У студии працывала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жыдаем вам удалого дня. До новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова